У туристического центра пройдет большой джамбари. Так на языке скаутов называются международные встречи. Впервые в истории Наринмар принимают тех, кому посиделки у костра милее комфорта городских квартир. Валентина Чибичек подробнее. Они говорят на разных языках, но это не мешает им понять друг друга. Они настолько близки душами, что даже язык не препятствует их общению. Хотя для скаута любая трудность на руку в 10 дней в полевых условиях станут еще одним подтверждением их почетного статуса. В этом году впервые вот такой международный слет. Наших скаутов 50. 50 гостей приехало из Норвегии. Мы продумали 10-дневную программу, которая будет состоять из так называемой скаутской школы. Это альпинизм, первая медицинская помощь. Это умение готовиться, это умение спасать себя и спасать других. Именно за знаниями в условиях ненецкой природы приехала в Наринмар семья Ова – скауты в трех поколениях. Все началось с отца семейства, который вступил в международную организацию в 11 лет. Затем вовлек туда жену, дочь и внука. В поисках общения, открытий и закалки семейство побывало в Исландии, Индии, Шри-Ланке, Германии, Дании. Мы много времени проводим вне дома. Мы любим отдыхать на природе, путешествовать. Также это возможность побыть вместе с семьей. Вот привлекаем к этому своего внука. Кнут держит марку скаутской семьей. Любит рубить дрова, разводить костер и заводить новых друзей. За три дня слета успел познакомиться с местными ребятами и русским языком. Один, два, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, десять, десять. Любая международная встреча – возможность больше узнать о другой стране. Открытием для норвежских ребят стало рисование песком. В туристическом центре для них провели мастер-класс. В свою очередь гости научили всех игре, которую они позаимствовали у скаутов Шри-Ланки. Игры непременно чередуют с занятиями. Физическую закалку скауты ценят не меньше дружбы. А нет, за эту веревку держаться нельзя. Это страховка. Не бойся, я тебя поддерживаю. Ты на страховке. Ногу-то перекидывай туда, засовывай. У скаутов есть такая привычка – превращать любую трудность в игру. Юмор спасает даже от комаров. Мы считаем комариные укусы. Тот, у кого их будет больше всего, выиграет и получает подарок. Тот, у кого наименьшее количество, тоже получит приз. У моей сестры Дины уже 158 укусов. Причем это только руки и лицо. У меня всего шесть на всем теле. Наверное, комары меня не очень любят. В конце слета норвежские гости два дня будут жить в семьях Норенмарцев. По словам организаторов, семейный круг укрепит дружбу народов и даст росток новым знакомствам. Большой Джамбари завершит свою работу 10 августа. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север.